В администрации Азбестовского городского округа состоялось заседание общественной палаты. Главной темой стали перспективы развития микрорайона Заречный. Ранее Азбестовское телевидение уже рассказывало о проблемах этой территории. Несмотря на наличие водопровода, канализации, газопровода, для немалой части жителей микрорайона эти блага недоступны. Им приходится обходиться выгримными ямами и бурить собственные скважины. В 70-80-е годы планировалось создать здесь отдельный жилой район с большим количеством разного по типу жилья. Собственным садиком-школой, объектами торговой недвижимости. План по застройке микрорайона предполагал проживание здесь до 25 тысяч человек. Для начала освоения такого крупного жилого района необходимо было строительство объектов инфраструктуры, которые требуют больших затрат. И в первую очередь это электроснабжение района, затем водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация, радификация. Также необходимо обеспечение транспортной инфраструктуры. Это организация уличной дорожной сети непосредственно на самом жилом районе. Обеспечением коммунальной транспортной инфраструктуры занимался комбинат «Урал-Азбест». Благодаря городообразующему предприятию в микрорайоне появилась дорога, водопровод и канализация. В 1995 году комбинат предпринял попытку передать недостроенную инфраструктуру на баланс городу, но городские власти согласились принять только готовые объекты. В условиях неблагоприятной экономической и политической ситуации руководством «Урал-Азбеста» финансирование этих объектов прекратилось, а сами объекты были списаны с баланса предприятия. Застройщики ничего об этом не знали и продолжали строить. Чтобы каким-то образом решить проблему энергоснабжения, строящиеся в микрорайонах, руководство ЗАО «Урал-Азбеста», возглавляемое генеральным директором Богатыревым, по договоренности с администрацией города, проектируют и строят за свой счет временную ЛЭП 6000 вольт. То есть это даже в проекте не было вот этой ЛЭП. Линия электропередач была построена и введена в эксплуатацию. Сейчас предприятие «Урал-Энерго» находится в состоянии банкротства, а ЛЭП в микрорайоне Заречной никем не обслуживается, что приводит к частым авариям. Владимир Власов, будучи главой «Азбеста», предпринял попытки по газификации территории. За счет средств бюджета был подготовлен проект газопровода низкого давления. В 2005 году газопровод был построен, тянуть его до домохозяйств предполагалось на средства собственников и администрации города. Как отметили на заседании программы газификации Азбестовского городского округа завершается, и средств на подключение к газовым сетям микрорайона Заречной в ней не предусмотрено. В настоящее время водопроводом и канализацией пользуются лишь часть жителей микрорайона, которые в свое время самовольно подключились к сети. Практически все объекты инфраструктуры числятся бесхозными, их обслуживанием занимаются сами жители. Из-за ненадлежащего обслуживания и износа сетям требуется текущий, а порой и капитальный ремонт. Найти средства на эти мероприятия самим жителям вряд ли будет под силу, ведь сейчас в микрорайоне участки под индивидуальное жилое строительство получают многодетные семьи, чей бюджет зачастую ограничен. Единственный вариант – новая концепция развития территории при активном участии администрации города. Когда будет единая концепция, есть смысл понять стоимость проекта. Но единственное, что просматривается, это проект достаточно дорогостоящий. Это проект, который должен нам дать гарантию для всех жителей, в том числе и для детей, которые проживают на территории, что у них будет свет, у них будет вода, у них будет газ, у них будет канализационная система, когда они уйдут от выгребных ям, у них будут элементы благоустройства, то, на что они рассчитывают. Участники заседания пришли к решению отказаться от блокированной застройки микрорайона. Скорее всего, Заречный останется коттеджным поселком. Планируется провести работу по выявлению заброшенных участков. Средства на развитие территории предстоит найти депутатам при планировании трехлетнего бюджета. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости АТВ.